Сегодня на заседании правительства Вологодской области был одобрен целый ряд законопроектов, которые мы вносим в законодательное собрание для их рассмотрения по существу. В первую очередь я хотел бы упомянуть о законе об охране семьи, материнства, отцовства и детства Вологодской области. В этот закон вносится изменение в части предоставления меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. В сегодняшнем варианте закона предполагалась возможность получения такой меры социальной поддержки, как ремонт жилых помещений, принадлежащих детям из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Мы предлагаем заменить натуральное проведение ремонта на предоставление денежной компенсации из расчета до 6 тысяч за один квадратный метр. Позволит это, во-первых, сэкономить время, нет необходимости проведения конкурсных процедур, подыскания подрядчика, во-вторых, сократит затраты правительства области на разработку проектной документации. И уже люди, получатели этой меры социальной поддержки, смогут самостоятельно распорядиться этими средствами для того, чтобы выполнить ремонт по своему вкусу и по своему желанию. Также вносится изменение в закон о регулировании некоторых вопросов государственных граждан службы Вологодской области с целью приведения данного закона области в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно, в федеральном законодательстве введено такое понятие, как профессиональное развитие государственного гражданского служащего. Если ранее мы говорили о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, то сегодня это понятие значительно шире и предполагает осуществление мероприятий по профессиональному развитию государственного служащего и их проведение в течение всего времени его государственной гражданской службы. Существенное изменение также предполагается внести в закон о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков. Не буду говорить обо всех изменениях, их достаточно много. В первую очередь хотелось бы сказать о том, что мы предлагаем дополнить перечень категорий лиц, которые имеют право на такие участки, еще одной категории, это обманутые дольщики. Во-вторых, мы предлагаем сегодня установить для лиц, потерявших единственное жилье в результате чрезвычайных ситуаций, так называемых погорельцев, право на получение земельных участков в первоочередном порядке. Кроме этого, мы предлагаем установить для многодетных семей право на самостоятельное формирование земельных участков и последующее получение их бесплатно в собственность. Есть предложение о том, чтобы предоставлять земельные участки под жилищное строительство многодетным семьям при условии, если они нуждаются в улучшении жилищных условий. И еще одно существенное дополнение, которое мы предлагаем внести в данный закон, обязать муниципальные органы власти предоставлять для лиц данной категории не менее 20% всех земельных участков, которые будут сформированы на территории соответствующего муниципального района. Ну и наконец последнее изменение, это закон о внесении изменений в статью 4 закон области об оказании бесплатной юридической помощи на территории Вологодской области. Мы дополняем этот закон сразу 8 категориями граждан, которые будут иметь право получать бесплатную юридическую помощь силами адвокатов. Это инвалиды, третья группа, пенсионеры, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет по вопросам, связанным с реализацией прав на государственное социальное обеспечение. Лица, опять же, из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые уже достигли возраста 23 лет, и в них возникает вопрос, связанный с обеспечением их жилыми помещениями. Еще целый ряд категорий. Опять же, в числе этих категорий мы включили категорию обманутых дольщиков, которые сегодня нуждаются в максимальном оказании им содействия в решении их трудных жизненных ситуаций, возникших с действием недобросовестных застройщиков. Их мы тоже включили в это число. Надеемся, что все эти законы будут на ближайшей сессии законодательного собрания рассмотрены и поддержаны нашими депутатами. Продолжение следует...